Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Найди мягкие подушки поближе к камину. Располагайся поудобнее. Расслабься и слушай. Сегодня мы продолжаем читать поэму Александра Пушкина, Руслан и Людмила. Песнь пятая. Что вижу я? спросил герой. Зачем ты здесь? Зачем оставил? Тревоги жизни боевой и меч, который ты прославил. Мой друг. Ответствовал рыбак. Душе наскучил бранной славы. Пустой гибельный призрак. Поверь. Невинные забавы, любовь и мирные дуправы милее сердцу в остокрах. Теперь, утратив жажду брани, Пристал плодить безумство дани. И верным счастьем богат. Я все забыл, товарищ милый, все, даже прелести людмилы. Любезный хан, я очень рад, сказал Руслан. Она со мною. Возможно ли? Какой судьбою, что слышу? Русская княжна. Она с тобою. Где ж она? Позволь. Но нет, боюсь и смены. Моя подруга мне мила. Моей счастливой переменной она виновницей была. Она мне жизнь. Она мне радость. Она мне возвратила вновь мою утраченную младость и мир. И чистую любовь. Напрасно счастье мне сулили. Устав волшебниц молодых. Двенадцать дев меня любили. Я для нее покинула их. Оставил терем их веселой. В тени хранительных дубров сложил и меч. И шлем тяжелый забыл и славу, и врагов. Отшельник мирный и безвестный. Остался в счастливой глуши. С тобой, друг милый. Друг прелестный. С тобой свет моей души. Пастушка милая внимала друзей открытый разговор. И устремив на хана ссорь, и улыбалась, и вздыхала. Рыбак и витязь напрягав, до темной ночи просидели. С душой, сердцем, на устах. Часы невидимо летели. Чернеет лес, темна гора, встает луна. Все тихо стало. Героев путь давно пора. Накинув тихо покрывало на деву спящую. Руслан идет и на коня садится. Задумчиво безмолвный хан. Душой во следом устремится. Руслан счастья, побед и славы, и любви желает. И думы гордых юных лет, невольные грустью оживляет. Зачем с судьбой не суждено моей непостоянной лирии геройство воспевать одно? И с ним, незнаемые в мире, любовь и дружбу старых лет. Печальный истинный поэт, зачем я должен для потомства порог и злоба обнажать? И тайны костные вероломства в правдивых песнях обличать. Книжный, искатель недостойный, охоту к славе потеряв, никем не знаемый фарлав. В пустыне дальний и спокойный скрывался, и наины ждал, и час торжественный настал, к нему волшебницей вил освещая. «Знаешь ли меня? Ступай со мной, седлай коня!» И ведьма кошкой обратилась, а седлан конь, она пустилась. Тропами мрачными дубрав, за нею следует фарлав. Долина тихая дремала, ночной одетая туман. Луна во мгле перебегала из тучи в тучу и курган. Мгновенным блеском озаряла. Под ним безмолвий Руслан. Сидел с обычной тоскою, предусыпленной к нежной. Глубоку думу думал он. Мечты летели за мечтами, и неприметно веял сон над ним холодными крылами. Надеву смутными очами, в тремоте томное он взглянул, И, утомленную головою, склоняясь к ее ногам за сну. И снится вещий сон герою, он видит, будто бы гнежна. Над страшной бездной глубиною стоит недвижная и бледна. И вдруг Людмила исчезает, стоит один, над бездной он. Знакомый глаз, призывный стон из тихой бездны вылетает. Руслан стремится за женой, стремкла влетит во тьме глубокой, И видит вдруг перед собой Владимир. В критнице высокой, в кругу седых богатырей, Между двенадцатью знамя, столбой вызванных гостей, Сидит за пранными столами. И так же гневен старый князь, как в день ужасные расставания, И все сидят, не шевелясь, не смея перервать молчанье. Утих веселый шум гостей, не ходит чаша круговая, И видит он среди гостей в бою сраженного Рогдая. Убитый, как живой, сидит из обмененного стакана, Он весел, пьет и не глядит на изумленного Руслана. Князь видит и молодого хана, друзей и недругов, и вдруг Раздался гуслий беглый звук и голос вязчего баяна. Певца героев и забав вступает в критницу Фарлав. Ведет он за руку Людмилу, но старец с места не привстал, Молчит, склонив углову уныло. Князья, бояре, все молчат, душевные движения кроя, И все исчезло. Смертный хлад объемлет спящего героя. В тремоту тяжко погружен, Он льет мучительные слезы, В волнении мыслит. Это усон. Томится, но зловещие грезы, Увы, прервать не в силах он. Луна чуть светит над горою, Объяты рощи темнотою, Долина в мертвой тишине. Изменник едет на коня, Пред ним открылась поляна, Он видит сумрачный курган, У ног Людмилы спит Руслан, И ходит конь кругом кургана. Фарлав, спаясь нею, глядит, В тумане ведьмы исчезает, В нем сердце замерло, Дрожит, Из хладных рук кусту роняет, Тихонько обнажает меч, Готовясь, видясь, без пояса, Размаха на твой растечь. К нему подъехал конь героя, Врага почуя закипел, Заржал, утопнул, Знак напрасный, Руслан не в небо, Сон ужасный, Как груст над ним отяготел. Изменник ведьмы ободренный, Героев грудь рукой презренный, Вонзает трижды хладно сталь, И мчится боязливо вдаль С своей добычи драгоценной. Всю ночь бесчувственный Руслан Лежал во мраке под горою, Часы летели, Кровь рекою текла Из-за спаленных ран, Поутру взор открыв туманный, Пускай тяжкий слабый стон С усилием приподнялся он, Взглянул по ним головою бранной, И пал нет вишни бездыханной. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, Дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи У камина.